Мам, пап, мне нужно с вами кое-что обсудить. Даже не так. Я хочу посоветоваться. Мы редко говорим с вами по душам. Я считаю, это из-за меня. Я часто боюсь, что вы не так меня поймёте. Или вообще будете ругаться. А ещё хуже, запретите общаться с моими друзьями, у которых, мне кажется, куда больше свободы. И поэтому их жизнь интереснее и ярче моей. Короче, простите за то, что я часто закрываюсь. Отталкиваю вас, укажу, хлопнув дверью в свою комнату. Сегодня я попробую открыться, начать разговор, потому что кое-что случилось. Насмешки над твоей внешностью, над твоим вкусом и над твоим самовыражением. Тогда я не защищался. Я даже не визущество. Я просто уходил. А потом возвращался вновь в школу, и всё повторялось. Он смеялся. Ему было смешно. Я тогда плакала. На данный момент времени школа не решает такие проблемы. Им всё равно. Он есть не только в школе. Он есть во дворе. И, возможно, даже у кого-то дома. Буллинг? Да. Ну, видимо, какое-то значение имеет английского слова, да? Перевод. Я, к сожалению, не знаток английского языка. По телевидению слышала, что это, по-моему, агрессивное поведение между детьми, прессинг, что-то вот такого, да? Так, я, наверное, где-то отстала. Я серьёзно не знаю, что это означает-то слово. Травля детей через соцсети. Сейчас она актуальна. В принципе, и по телевизору часто о ней говорят. Ну, боулинг что-то там, понятно. А буллинг первый раз слышу, правда. Это проблема не 21 века. Это проблема, которая существует столько, сколько существует человечество. Ну, если слово буллинг, оно по какой-то причине не нравится, есть хорошее старое слово «травля». С недавних пор каждый поход в школу стал оборачиваться для меня кошмаром. Мне страшно. Моя подруга стала настоящим изгоем. Ей не дают проходу девчонки из нашего класса. Меня осуждали за какие-то мои поступки, но в большинстве случаев за внешность, по национальным признакам тоже. Они подошли и начали выгонять меня, говорить, типа, ты отброс, не подходи сюда, садись в свою парту, типа, иди дальше, там, рисуй свои корабли. Меня это очень сильно обидело, я ушла. А потом я побежала в туалет плакать. Я, понятное дело, никому не говорила, я боялась. Вот, после отсутствия они просто увидели то, что станутся безнаказанными и продолжили дальше меня булить. Вчера вообще ребята сотворили дикую дичь. Они перешли от оскорблений к военным действиям. Я вышла из кабинета, мне нужно было зайти к классной руководительнице. Я прихожу обратно, а весь пакет с косметикой лежит на полу. Там разбиты тени, разбиты баночки с тональным кремом. Открыто все, все засыхает. И я так сильно плакала, я очень сильно плакала. Я встала и сказала своим иноклассникам все, что я про них думала. В общем, все слова, которые я знаю, я сказала им. И после этого они стали тихими, они ко мне не подходили. Я была одна. Вот, то есть все это как-то прекратилось после этого. Мне просто мальчик подошел, извинился, дал мне вот так вот руки тысячу рублей, говорит, купи себе косметику. Мне было приятно. Даже я на него до сих пор обижаюсь, наверное, за это. У меня просто нет слов. Алена давилась слезами. Знаете, мне показалось, что в этот момент мои одноклассники перестали быть людьми. Было в них что-то животное, что-то безжалостное. А еще, мне кажется, каждый из этих смельчаков больше всего боялся оказаться на ее, на Аленкином месте. Залезть в мой портфель – это было стабильной процедурой на каждый день. Я его куда только не прятала, как не закрывала. Его постоянно вытряхивали, еще что-то там искали. У меня там была тетрадка с сочинениями. Видимо, кто-то случайно просто заглянул, прочитал какие-то строчки и решил прочитать это всем. Я прихожу в класс, и все эти сочинения читают на публику. То есть то, что было для меня лично, рассказали всем. Они вообще потом меня дразнили очень долго на этот счет. Вот. Пап, раньше, когда ты учился в школе, наверняка тебя никто не обижал. Вон ты какой – большой и сильный. Мне кажется, у каждого ребенка всегда какие-то были как хорошие моменты, так и плохие. В школе и с поведением, и с отношением со своими учениками и так далее. Мне кажется, у всех это было. Ну, каких-то прям сильных столкновений, недопониманий. Такого я не припомню. Ну, слава богу, тоже у меня был класс хороший, но в параллели был мальчик, у которого была травля. Да, это было реально. Длительное время в школе у меня были проблемы с моими одноклассницами, потому что не могли мы найти общий язык именно с одноклассницами. И с их стороны была в мою сторону травля. Дети достаточно злые по себе люди. И самоутверждаются они только за счет кого? Других детей. Других детей, да. Буллинг живет не только в школе, просто в школе он, наверное, всего ряда причин, более заметен, более контрастен, более ярок. Ну, почему он ярче всего выражен? Потому что там детей скопления много. И ситуация часто. А если вы придете в какой-нибудь двор, где тоже много детей на летней площадке, там тоже можно встретить буллинг. Но такие дети стараются в двор не выходить, а в школу не приходится ходить. Я вижу, что с Аленкой происходит, но я не знаю, как ей помочь. И самое главное, почему именно она стала жертвой? На самом деле буллинг или травля, ну, в том числе связан с желанием не стать жертвой самому. А как не стать жертвой самому? Найти кого-то, кто слабее. Найти кто-то, кто эту роль на себя возьмет. Ну, а жертва, она здесь просто таким превращается в такой своеобразный грабоотвод. Как такой феномен горячей картошки, да, когда вот ее в руках горячо держать, ее надо передать кому-то, а он это передает. Вы сидите с ним с первого класса за партой, или пришел новенький. И первым делом, что делает человек, чтобы проверить, можно к нему или нет, это начинаем нарушать границы. Подошли, задели, ответил или не ответил. Подошли, что-то сказали, вот и все. Вот он выбирается жертва. Нет, мам, ну вот что бы ты сделала? Наверняка ты скажешь, что надо просто быть выше этого. Но как? Когда топчет тебя, твою самооценку, твои мечты на глазах у абсолютно всего класса. Постоять за себя? Я вот так посоветовала. Ну, вообще, я придерживаюсь принципа «не бей первой», но сдачи надо дать. Если ты можешь учить проблему мирным путем, ты ее решаешь мирным путем. Но если никакие уговоры, тактики, так сказать, способы не действуют, тогда уже надо дать ответ, надо дать отпор. Иначе ты будешь пожить невзгоем. Если исходить из вот этих двух вариантов «бей» или «пеки-то бей», потому что я сам в детстве это проходил, и даже на примере нашего класса, в той драке не важно было, выиграл ты или проиграл, важно было, как ты поступишь непосредственно. Или ты убежишь, или ты попробуешь дать отпор. И принимались именно потом дети, которые были способны дать отпор. Неважно, даже если они и получали в этой драке. Ну, во-первых, вас должны слышать родители. И обратить на это внимание, если что-то идет не так, не нельзя игнорировать. Ходи в школу, скоро она закончится. У всех так было, перерастешь, ни в коем случае. Вот все-таки, если мы говорим о буллинге в подростковой среде или в детской среде, ребенок сам, уже став жертвой буллинга, не просто вот попав в конфликт, когда это действительно буллинг, справиться, как правило, с буллингом сам без посторонней помощи он не может. Ну, если это будет какая-то необходимость, если она меня попросит, точнее, я оценю ситуацию, что действительно нужно мне вмешаться, то тогда я вмешаюсь. Я считаю, что межличностные конфликты моих детей должны решать сами мои дети. Возможно, с моих каких-то подсказок, но я не пойду там разбираться с ребенком, у которого возник конфликт, ну, с моим ребенком. Я готова, конечно, решать проблемы, если я буду видеть, что ребенок не исправляется. Алинина мама строгая. Часто говорит, что все проблемы от упрямства дочери. Она много работает, сильно устает, потому что воспитывает Алену одна. И дочка страшно боится лишний раз расстроить мать. Ничего ей не рассказывает, глотает слезы в школьном туалете и пытается улыбаться дома. Ну, не знаю, какой может быть сигнал, чтобы мы могли увидеть, что что-то не так. Наверное, здесь, скорее всего, будет сигнал какой-то от классного руководителя. Ну, либо мы увидим конкретное изменение в самом поведении ребенка. Если ребенок раньше спокойно заходил домой, то здесь он может начать бросать портфель, он может саботировать какие-то вещи, он может резко сменить образ, он может говорить, все, теперь я буду ходить только в худи, условно говоря. То есть происходят какие-то резкие, резкие, резкие изменения, несвойственные. Первым делом нужно, чтобы родитель видел, что происходит с ребенком и постарался ему помочь. По возможности перевести в другой класс или школу. Самое главное, чтобы он не был один и не закрывался. Чтобы он обязательно, это свойственно для подростков быть в социуме, находить свой круг. Вот чтобы он нашел свой круг. Понятно, чтобы этот круг был не такой, чтобы они начали других калашматить. Но в любом случае, когда он найдет, ему станет гораздо лучше, и там он найдет защиту и поддержку. Я пришла в новый коллектив и сразу заметила, что там есть люди, которых травят. И чтобы не оказаться на их стороне, я отошла к тем людям, которые занимались семьей этой травлей. Я могла просто словами обижать. Если кто-то там что-то говорил, я могла смеяться вместе со всеми. Ну, часто мы могли довести до слез. Но постоянно шутили про то, что она из бедной семьи. Плохо как-то одевалась, и это, естественно, стало центром нашего внимания. Они обе были из таких неблагополучных семей. Сначала я была прям агрессором, а потом я с этими девочками вообще поуважилась, и мы общались. Я узнала то, что моя мама активно помогает им деньгами. Я об этом не знала, мама никогда мне об этом не рассказывала. Она, оказывается, отдавала им вещи, продукты. Из-за того, что у них не было денег, она всегда старалась им помочь. Она все новогодние подарки, на 8 марта она сдавала деньги на все экскурсии. За этих девочек платила всегда. Даже обеды им оплачивала. Я об этом узнала, и мне стало настолько стыдно, что моя мама даже не знает этих людей и помогает им. Потому что я сказала, что они бедные. А я хожу и издеваюсь над ними. Я потом просто подошла, извинилась. Я заставила сделать это свою подругу. Мы вместе подошли, извинились перед ними. И это оказались очень-очень приятные люди, с которыми в дальнейшем я общалась, пока снова не переехала. Я очень хорошо с ними общалась. Я думаю, есть какие-то провокационные моменты, наверное, в семье, чтобы спровоцировать агрессию ребенка. Мне кажется, все равно ребенок смотрит на своих родителей. И в каком-то смысле копирует, наверное, поведение, и слова, и все остальное. Это равнодушие. Это самое, я считаю, одно из самых отвратительных качеств человека, когда он равнодушен. Вот это равнодушие к ребенку, оно и запускает этот механизм. Мам, пап, мне нужно с вами кое-что обсудить.